Литературное объединение возникло как Содружество творческих людей в 1955 году. Тогда оно носило название «Московский коксохимик», а в начале 70-х годов ему было присвоено имя пролетарского поэта Филиппа Шкулёва. В настоящее время литературное объединение насчитывает около 100 человек, в том числе 34 члена Союза писателей России. Поэты и писатели работают в трёх отделениях. Взрослые – это писатели районные, где-то около 60 и старше. Это студия «Акцент», студенты 30-летние и 40-летние авторы. И, наконец, это студия «Слово». Её посещают школьники 1-го, 11-го класса. Краевед и автор множества изданий Алексей Павлович Земенков возглавляет литературное объединение уже 40 лет. Под его началом раскрылись писательские таланты ни одного поколения земляков. Со временем творческий источник литераторов не иссякает. Только в этом году вышло несколько авторских сборников, а заместитель председателя ЛИТО Татьяна Бирюкова презентовала книгу, посвященную 65-летию объединения. В этой книге собраны статьи мои и некоторые другие наших членов ЛИТО. Здесь говорится о первых поэтах. Это Тараканов, это Певзнер, это Насевич и Федулов, которым мы обязаны образованием тогда ещё литературного содружества. В этот день в Центральной библиотеке собрались известные в нашем округе поэты и деятели культуры. Они поделились своими произведениями и стихами, которые произвели на них неизгладимое впечатление. И сегодня мне бы хотелось, чтобы прозвучал голос Татьяны Мельниковой. «Я человек, частица Божья, я всё сумею одолеть, и то, что просто невозможно, боль, нищету и даже смерть. С лучами первыми вставая, тружусь, как пчёлка, целый день, гоню уныние и лень, Господь со мною рядом, знаю». «Мы молились о насущном хлебе, крепетала свечечка в руке, и, казалось, ангелы на небе говорят на русском языке». В завершении мероприятия члены ЛИТО поздравили Алексея Зименкова с 40-летием творческой деятельности на посту руководителя объединения. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.